Доброе утро, дорогие друзья! Настало лето, лето случайным не бывает, значит что-то меняется. Вообще случайности не бывает. Поэтому вот давайте на эту тему и поговорим. Это очень важно принять для себя решение о случайности. Какова вероятность самопроизвольного зарождения жизни на Земле? Говорят ученые, что по теории вероятности событие, вероятность которого ниже 10 минус 50 степени, никогда не может произойти вообще. Сколько бы возможностей не представлялось. Так вот, подсчитали ученые, что самая примитивная бактерия может возникнуть в результате случайных химических реакций. Это 10 минус 39 тысяч какой-то степени. Ну послушайте, это же невозможно. Это нельзя поверить. И тем не менее есть люди, которые верят. И вот смотрите даже как много таких людей. Есть и другие люди. Есть те, кто понимают, что не произошли от обезьяны, уже дошло. Но вот признать, что от Бога еще не могут. Они посередине. Но проблема в том, что середины то нет. Этот мир или случайен, или создан. Наполовину создан, наполовину случайно не бывает. У случайности нет и не может быть закономерности. Поэтому она и называется случайность. Вариант, когда случайное взаимодействие привело к зарождению жизни, ну это как бы сложности. Поэтому нам надо понять. Первое, у мира есть хозяин. А дальше начинаются выводы. Мы все ответственны за свое поведение, за свои поступки. Мы не можем не обвинять никого другого за принятые нами решения или совершенные действия. Ни родителей, ни учителей, ни начальства, ни руководителя, никого. Вы не вправе упрекать Бога за то, что ваша жизнь не так складывается. Никакого устрашающего препятствия он перед нами не ставит. А если ставит, то он заботится о том, чтобы снабдить нами, с нами средства для преодоления. Так написали мудрецы. Наша ответственность определяет, как вам поступить в том или ином случае. Подсознательно каждый человек чувствует, что смерть это не конец, что есть какое-то продолжение. Еще при жизни люди покупают себе место на кладбище, оговаривают в завещании там какие-то памятники, хотят, чтобы их имя звучало после смерти. А зачем это мертвым? Если второго мира нет, если все случайно, если мир самопроизволен, если человек уходит, а зачем это? Зачем? Это подсознательно. Сознательное чувство, что после смерти тело, жизнь человека не прекращается. Говорят мудрецы, все мы люди смертные, имеем только временную визу в этот мир. Процесс умирания начинается с чего? С самого начала рождения. Нам также неизвестно и точное время, когда Бог призовет каждого из нас. Поэтому наши мудрецы что сказали? Написано, покайся за день до смерти. Спрашивают, а как же так? Я же не знаю этот день. Тогда говорят, что надо прожить каждый день на земле, как можно полнее. Именно в этот день сделать что-то хорошее. И все будет хорошо. Знаете, один человек спас царя, и царь в награду дал ему право один час зайти в царскую сокровищницу и собрать все, что хочешь. Он зашел туда, напорнув меня над драгоценными камнями. Но человек не знал их ценностей. Он решил, что это какой-то злой умысел. Мало того, что он помог, но ему еще хотят трудиться час от работы, какие-то камни тягать, слитки тягать. Он взял, лег спать и стал хвалить себя за то, что он оказался умнее всех. Но когда вернулся, пришел к друзьям, знавшим целность золота и бриллиантов, и рассказал им, какую глупость он совершил, он это понял тогда. Что он должен был этот час трудиться с невероятной силой и так далее. И вот так и мы можем выглядеть в следующем мире. В мире истины. Когда в котором нет слова ошибка, там все видно. Пока мы в этом мире, в мире лжи, наши оценки, наши понятия о ценностях лживы, но там-то все будет видно. Материальное начало, это для нас проблема. Вообще не может правильно сделать выводы о каких-то духовных мирах. Так как эти две противоположные сути. Человек должен понимать, каким инструментом он пользуется. Его органы чувств не предназначены для ощущения духовности. Наоборот, скрывают ее. Вот этим мы и должны заниматься. Открывать духовность. Мы должны заниматься своей душой. Построение души, сказали мудрецы, в обществе важнее, чем построение любого общества. Люди занимаются построением коммунизмом, социализмом, что угодно. Но на самом деле построение души важнее. Это можно доказать в мире, где не существует, не будет существовать никаких убийств, если никто не будет убивать. Написали об этом мудрецы давно. Если топору деревья не дают топорища, чего вы боитесь деревья в лесу, что вас срубят? Все зависит от человека. В наших руках находится все. Мир, жизнь, все остальное. Бог дал нам огромные возможности. Но самое главное, что нам дал, это возможность увидеть в этом мире духовные корни. Увидеть то, что этот мир не конечен. И так как сейчас лето настало, давайте вот это лето, замечательно, лето считается порой отдыха, но давайте вот этот отдых поймем как отдых физический в каком-то мере, но ни в коем случае не духовный. Это самое плодотворное время для развития души. Браха вацлаха. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...